11 апреля, суббота. О главных событиях, которые произошли к этому часу в нашей стране и мире. На Закарпатье люди не желают участвовать в преступлениях киевского режима. В Одессе президента Украины Петра Порошенко встретили с криками «фашизм не пройдет и убийца». На полигоне вблизи Донецка был произведен подрыв боеприпасов. Александр Захарченко прокомментировал заявление Петра Порошенко об унитарном статусе Украины. На Закарпатье лишь на 30% выполнен план весеннего призыва на срочную службу. Призывники массово не появляются в военкоматы после получения повесток. На данный момент всего на 30% от общего планового задания укомплектованы команды. Это при том, что определенное генштабом плановое задание призыва на Закарпатье всего 480 человек. Об этом сообщили в областном военкомате Закарпатья. На Аллее славы в Одессе произошло столкновение между сторонниками хунты и жителями города. Одесситы встретили прибывшего для возложения цветов памятнику неизвестного матроса президента Украины выкриками «убийца» и «фашизм не пройдет». Собравшаяся напротив толпа нацистов старалась перекричать митингующих заезженной мантры «Слава Украине». Возложение прошло в официальной обстановке. Однако, как только кортеж президента уехал между активистами разных политических групп, заново вспыхнула потасовка, сообщают украинские СМИ. Милиции пришлось оттеснить пикетчиков и оцепить группу с красными флагами. На одном из полигонов пригороде Донецка журналистам предоставили возможность наблюдать за подрывом боевых снарядов саперными подразделениями армии Донецкой Народной Республики. Чтобы в результате детонации осколки имели наименьший разлет, на дно заранее приготовленного котлована опущены 15 122-мм мин, для подрыва которых было использовано более 15 килограмм тротила. На ведущих полигону дорогах на расстоянии одного километра выставлены постовые, которые не пропускают месту проведения работ саперных подразделений. Съемочные группы удаляются от места подрыва на минимально безопасное расстояние в 500 метров. Вместе с ними и другие военные временно покидают небезопасную зону. Звук взрыва, который даже был слышен в центре города, является не артиллерийским обстрелом. Так, на одном из полигонов Донецкой Народной Республики производится закладка боеприпасов и их подрыв. Подлежат уничтожению боеприпасы, собранные с полей жилых кварталов, промышленных объектов, где проходили боевые действия. Снаряды и некоторые виды орудий изъяты во время рейдов или переданы добровольно гражданским населением, а также снаряды времен Отечественной войны. В самое ближайшее время будут подорваны и эти боеприпасы, в числе которых есть как современные снаряды, так и со времен Второй мировой войны. Это была маленькая закладка того, что вы видели, потому что по мерам безопасности больше этого нельзя было. Таких полигонов находится несколько. Это не только сюда сводится. Это если находится в Дебальцево, то уничтожается в Дебальцево. Если в Шахтерске, то в Шахтерске. Здесь полигон, который уничтожает найденные боеприпасы из Макиевки, Харциска и Донецка. Мероприятие это проводится каждый день, никто не останавливается, потому что поля нужно сеять, поля проверяются. Вы не могли увидеть вблизи, потому что по безопасности, на то расстояние, где мы здесь находимся, порядка 100 метров, осколки прилетали, хотя взрыв был направлен на действие специально, чтобы осколки не разлетались. Мы находились на много больше расстояния, поэтому только слышали звук из столб дыма, который поднялся на месте, в том месте, где произошел взрыв. Подобные работы по ликвидации боеприпасов различными саперными подразделениями проводятся ежедневно и достигают не более трех за день, так как требуют тщательно предварительной подготовки, особенно в обращении со снарядами времен Второй мировой войны. Хотел бы предупредить местных жителей, которые живут в ближайших районах, о том, что вот эти взрывы, которые происходят, это не обстрел города, это идет уничтожение боеприпасов. Оксана Волчонок, Павел Припа, телеканал Новороссия, полигон Донецкой Народной Республики. Как заявил Александр Захарченко, президент Украины произносит слова ради самих слов. В мае 2014 года был так называемый мирный план Порошенко, а в августе 2014 было объявлено о параде на Крещатике в честь победы над Донбассом. Уважаемый господин Порошенко, мы Донбасс – многонациональный край, в котором живут трудолюбивые и талантливые люди, говорящие на своем родном языке. Мы четко придерживаемся достигнутых соглашений, исследуем духу и букви минских протоколов. Но получается, что ваша подпись на договоре не стоит, а ваше слово – это просто сотрясание воздуха. Сегодня мы лишний раз убедились, что выбор, сделанный нами, единственно возможный, и с намеченного пути мы уже никогда не свернём.